Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. Меня зовут Татьяна Трофимова. Учебный год закончился, у школьников начались самые длинные каникулы и многие из них проведут их в летних лагерях. В нашу студию мы пригласили начальника отдела воспитательной работы Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики Инессу Владимировну Ядранскую, чтобы поговорить о готовности чувашских лагерей, обеспечить детям комфортный и безопасный отдых. Здравствуйте, Инесса Владимировна! Здравствуйте! Пожалуй, начнем со статистики. Сколько детей в первую смену и вообще в течение всего лета будут отдыхать в Чувашии наших детей? А сколько выйдут за пределы? Ну вот если взять только загородные оздоровительные организации, лагеря, то нужно сказать, что на все смены у нас записались более 14 тысяч детей. На первую смену, уже в 15 лагерях у нас смена началась, уже заехали более 3200 детей. Ну, немало. В четырех лагерях у нас смена начинается сегодня, то есть заезд уже еще продолжается. И еще один лагерь у нас в городе АлатРа примет детей с 10 июня. То есть процесс идет, дети заезжают. И если же сказать, сколько детей уедут у нас за пределы Чувашской Республики, у нас есть соглашение с Российским детским центром Орленок, куда в течение года выезжает 75 человек. Это по соглашению. И на летние месяцы у нас получилось так, что выедут на летние месяца 18 человек. Но получилось в этом году, хорошая статистика, можно сказать, что 10 школьников нашей республики выиграли дополнительно в этот лагерь места. Кроме этого, у нас заключены соглашения с лагерями города Севастополь и республики Крым. Сюда планируется выехать в течение лета 67 школьников, и в том числе это дети, оставшиеся без попечения родителей. Планируется проведение и профильных лагерей за пределами Чувашской Республики. Выезжают у нас на лингвистические лагеря Республика Татарстан и Республика Мордовия. Но их немного детей, в привилых 10-15 школьников, тоже по приглашению уже Республик Татарстана и Мордовия. Когда родители отправляют детей своих в лагерь, естественно, они передают их в руки воспитателей. Как у нас обстоят дела с вожатыми, воспитателями в лагерях? Не испытывают ли наши лагеря кадровый голод? Мы провели мониторинг первой смены. Более 400 педагогов и вожатых уже приступили к работе в загородных оздоровительных лагерях. И примечательно этот год, наверное, тем, что в этом году вожатые педагоги прошли специализированное обучение. В Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики в этом году были заключены контракты с торгово-промышленной палатой на обучение вожатых. Были приглашены специалисты, которые непосредственно знают психологию, педагогику, которые действительно непосредственно сами работали в этих оздоровительных лагерях, имеют большой опыт. Они обучили более 250 желающих, которые хотят работать вожатыми. Это вот на первую смену. Кроме этого, у нас обучение вожатые проходят в школах вожатского мастерства на базе Канажского педагогического училища, на базе Чебоксарского педагогического училища. В этом же году Министерство образования у нас заключил контракт с Чувашским государственным педагогическим университетом имени Яковлева на курсы повышения квалификации педагогов, педагогических работников оздоровительных лагерей. То есть все педагоги, которые приступили к работе в оздоровительных лагерях, они получили сертификаты, что они прошли обучение, они готовы к тому, чтобы работать в лагерях. И надеемся, что проблем не должно быть. Для родителей, которые отправляют своего ребенка в детский оздоровительный лагерь, самое главное, это его безопасность. В прошлом году, к сожалению, в нашей республике произошел такой неприятный инцидент в одном из детских лагерей, где вожатые издевались над детьми. Более того, потом видеоролик был выложен в интернете, это все обсуждалось и на форумах, об этом говорили и федеральные каналы. После чего, после этого резонансного случая, руководство нашей республики, ваше министерство в частности, они решили вплотную заняться подготовкой вожатых и говорили, что в этом году их всех строго будут тестировать и отбирать. Все ли удалось осуществить? Действительно, факт неприятный такой имел место в прошлом году. И поэтому, вот я уже говорила, что непосредственно обучение вожатых министерства взяло у нас себя. Обучение проходит у нас в два этапа. Первый этап он уже прошел в апреле месяце. И, несомненно, вот после работы психологами, педагогами, которые обучали наших вожатых, было тестирование, которое показывало готовность вожатых именно к работе. Кроме этого, нужно, наверное, напомнить еще о том, что в этом году и до этого это должно было быть. Наши вожатые, они прошли в Министерстве внутренних дел, они проходят проверку на наличие судимости. То есть вот эти два пункта, они непосредственно контролировались Министерством образования, насколько вожатые готовы и готовы ли они работать. Нет ли у них каких-нибудь грешков за душой? Вот поэтому надеемся, что инцидент не будет повторен. Надеемся, что вожатые у нас действительно ответственность все прочувствовали и будут уже работать на благо наших детей. А отбор вот действительно был жесткий среди вожатых? Были люди, которых отсеивали, когда социальный педагог, психологи разговаривали с кандидатом? Ну, вожатыми у нас в этом году заявились в основном это студенты педагогических вузов и студенты, которые вот педагогических колледжей. Поэтому это те люди, непосредственно, которые желают работать с детьми, со школьниками в будущем. И поэтому, естественно же, отбор, во-первых, при поступлении этих студентов в высшее учебное заведение или профессионально-образовательная организация уже идет. И, во-вторых, уже и обучение поможет уже быть готовыми к работе в оздоровительных организациях и отдыха. Это что касается вожатых, которые работают именно в Чувашской республике. Но все мы знаем, что у нас очень много студентов и педагогического университета, и других тоже вузов, которые выезжают за пределы нашей республики. В основном это юг страны, либо даже в другие города. Как обстоит дело с ними? Они проходят какое-то тестирование? Кто вот контролирует этот процесс? Да, действительно, у нас педагогические отряды выезжают в Краснодарский край, в лагеря Подмосковья. Ну, если вдруг все-таки такое произошло, вожатый провинился, и его необходимо наказать, его наказывают, за него еще кто отвечает, кого еще накажут? Там, я не знаю, руководители педагогического отряда или как? Непосредственно, конечно, несет ответственность и руководитель педагогического отряда, несет ответственность и работодатель, который дает работу этому студенту, то есть ответственность непосредственно несет. Ну, и мы, наверное, со своей стороны тоже, раз мы обучили этих студентов. И, конечно, вот не дай бог такому случиться, если ребенка в лагере обидели, вот сейчас многие дети уже в лагерях, кто-то приедет, если ребенка обидел вожатый непосредственно, кому ему обратиться, что делать? Вот есть какие-то конкретные советы? Есть советы, есть памятки для детей, есть памятки для вожатых, они тоже иногда бывают в разных ситуациях, не знают, как решить ту или иную проблемную ситуацию. Есть памятки для родителей, которые видят проблему и нужно эту проблему решить. Эти памятки были разработаны Центром психолого-педагогической реабилитации и Коррекции Министерства образования и молодежной политики Чувашьей Республики. Эти памятки доведены до всех организаций отдыха детей и их оздоровления, то есть они находятся уже на информационных досках. Кроме этого, если родители желают эту памятку распечатать, эта памятка находится на сайте Министерства образования в разделе «Лето-2014». И вот я захватила эту памятку, что говорится в этой памятке, я хотела бы даже процитировать, если это возможно. В случае возникновения вопросов, проблем или каких-нибудь затруднений, необходимо обратиться в первую очередь, конечно же, воспитателю, вожатому, врачу или руководству лагеря. Если же возникает конфликт с педагогом, вожатым, воспитателем, и нужна помощь, это памятка для детей, то звоните на номер детского телефона доверия 8 800 9122, этот номер, звонок бесплатный, или же службы экстренной психологической помощи Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Минобразования Чуваши. Телефон 8 83 52 51 31 99. То есть ребята в любое время суток могут позвонить, если у них возникает какая-нибудь проблема. Ну, хотелось бы, чтобы этих проблем не было. Дети отдохнули хорошо, получили прекрасное здоровье, и родители оставались спокойными. Инесса Владимировна, я благодарю вас за полезную информацию. Я напоминаю, что в гостях у нас была специалист Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики Инесса Владимировна Ядранская. Первая смена в детских оздоровительных лагерях нашей страны уже началась. И самое главное, пусть дети действительно хорошо отдохнут, весело и с пользой проведут время, а главное, чувствуют себя в безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова